Приветствую, друзья! Я Бахтина Елена, и мы продолжаем с вами разбирать мифы о похудении. Ну, правильнее мифы о стройности. Миф такой, для того, чтобы похудеть, нужно взять сахар и заменить его на сахарозаменитель. Так это или нет? Но в целом логика абсолютно верна. Передозировка углеводов, но не просто сахара, не только сахара. Сахара нашего с вами столового, который добавляют в готовые продукты питания, вы которых кладете в свой кофе, чай, может быть, вы используете какую-то выпечку, а также крахмалы. Обратите на это внимание. Люди боятся сахара, люди ограничивают сахар, люди убирают, вышвыривают сахар из своего рациона, но больший вред на самом деле организму приносит именно крахмалы. Можно не есть ничего сахаросодержащего, но сегодня съесть утром, допустим, фитнес-мюсли без сахара, в обед абсолютно без сахара сделанную пиццу, вечером съесть абсолютно несахарные суши, которые созданы из белого риса, и получить передозировку по углеводам, по крахмалистым углеводам. Что такое молекула крахмала? Молекула крахмала – это тысяча глюкозинок, собранных в единые бусы. Тысяча глюкозинок – это фактически полимер, глюкоза – это крахмал. И когда вы кушаете такой крахмал, у вас есть пищеварительные ферменты, амилазы, они расщепляют глюкозу от глюкозы, глюкозу от глюкозы, и эта тысяча обязательно придет в ваш кровоток. Поэтому, если вы просто уберете сахар из пищи, но оставите в вашей пище крахмалы, вам это не поможет. Просто вы будете иметь определенные затруднения в выборе питания. Поэтому давайте с вами договоримся, что мы убираем простые углеводы и сложные крахмалистые углеводы из пищи, и тогда результат не заставит вас ждать. Он обязательно появится уже на второй неделе, на третьей. Как его можно отследить? Его можно отследить по объему талии. Талия просто начнет сдуваться. А потом, через некоторое время, конечно, догонят еще и килограмм. Но у нас сегодня вопрос о сахарозаменителях. Вы знаете, я большое количество людей вижу, как они справляются с углеводными качелями. И эти углеводные качели, их обязательно нужно остановить, потому что они означают одно, что вы на пороге нарушения углеводного обмена. Сначала это просто «я не могу жить без сладкого, мучного и дрожжевого». Потом это означает то, что человек входит в инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность – это когда каждая клеточка вашего организма не готова видеть глюкозу, потому что очень много глюкозы ежедневно приходит в ее цитоплазму. Столько энергии из глюкозы не нужно. И тогда клетка начинает ожиревать, то есть накапливать внутренний жир, который она делает из глюкозы. И в конечном итоге начинает запрещать инсулину запихивать в себя глюкозу. Это называется инсулинорезистентность. Надо подождать еще 10 лет, и будет сахарный диабет второго типа. Это эпидемия. Сейчас это эпидемия. Мы сейчас говорим о пандемиях и так далее. На самом деле, самая откровенная пандемия, которую никто не замечает, это пандемия сахарного диабета, не инфекционного заболевания. Поэтому вам придется остановить углеводные качели. Как мне в этом помогают сахарозаменители? На первом этапе, когда у человека ломка, он реально его ломает, и он хочет хоть что-нибудь сладенькое, хоть чуть-чуть. Ну, хоть можно Лена. Тянется девушка за краюшкой хлеба. Лена, я два дня не ела хлеб, можно я съем один кусочек? Слушайте, я смотрю на это и понимаю, что это не шутка. Это действительно у человека ломка. Это углеводная зависимость, она может быть очень жесткой, вплоть до ломки. Ну и как же мне это помогает? Конечно, человек хочет что-нибудь сладенького. И пусть лучше он съест сахарозаменитель, чем он съест обычный сахар. Обычный сахар, кстати говоря, это молекула глюкозы плюс молекула фруктозы. То есть это дисахарид. У нас есть ферменты, которые расщепляют этот дисахарид, и 50 на 50 фруктозы и глюкозы попадают в кровоток. Какие можно использовать сахарозаменители? Мой самый любимый это стевия. Стевия тоже углевод. Это экстракт из сладкогорькой травки под названием стевия. Она растет во многих местах в мире, и это очень полезная вещь для сохранения нормальной микрофлоры ротовой полости. Это вещь, которая ухаживает за вашим пищеварением, потому что ухаживает за поджелудочной железой. И это, ну, я считаю, что это самый крутой подарок природы для нас. Многим не нравится вкус стевии. Здесь нужно смотреть на товаропроизводителя. Попробуйте, купите у одного, у второго, у третьего. Я использую стевию производства NSP. И эта маленькая мерная ложечка, она раз в пять слаще сахара. То есть я даже не полную мерную ложечку использую в чай, потому что просто чай, ну, он мне невкусен. Я не люблю просто чай пить. А вот чай со стевией – это очень крутая вещь. Я себе не могу позволить чай с сахаром, ну, потому что, ну, глупо. В моем положении, с моими знаниями использовать чай с сахаром. А вот чай со стевией – это очень хорошо. Стевия не маскирует вкус самого чая, и вы получите удовольствие от самого напитка. И немного сладкое послевкусие. Я знаю девчонок, которые делают на стевии просто умопомрачительные тортики, сырнички и так далее, потому что в семье дети, и нужно все равно чем-нибудь сладеньким угощать. А также есть мамочки, которые на стевии делают замечательные шоколадные конфеты, не используя аптечные, хотела сказать, магазинные конфеты. Делают самостоятельно. Это уже очень круто. Так, ну хорошо, со стевией разобрались. Это не пищевой углевод. Он никогда в виде глюкозы не придет в ваш кровоток. И, соответственно, никакого гликемического индекса нет, потому что глюкоза не приходит в кровоток. Используйте и не переживайте. Следующий момент, который я должна сказать, очень часто используется сукралаза. Это синтетика из сахара. И эритрит. Это тоже синтетика из сахара. Но уже огромное количество, ну, два-три десятилетия, эти заменители сахара проверяют на безопасность. И это вещи, которые действительно безопасны. Вот их я могу порекомендовать. Но помните, что это синтетика. В любом случае лучше стевия, чем сукралоза или эритрит. Сукралоза имеет биологическую доступность, то есть может проникать в кровоток в виде глюкозы 15%. Это достаточно мало. Ну, соответственно, можно пользоваться. То есть практически она не усваивается, не выходит за пределы желудочно-кишечного тракта. Эритрит примерно так же. Но есть аспартам. Аспартам – это вещь, которую вы должны запомнить, это сахарозаменитель, который нужно запомнить и навсегда извлечь из собственного питания. Понятно, что если вы сейчас будете рыться в какой-то дополнительной литературе, вы там найдёте. Типа нет убедительных доказательств о том, что аспартам приводит к заболеваниям эндокринной системы, к бесплодию, к порокам развития плода у беременных, а также тры-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот. Но, вы знаете, о вреде аспартама говорил ещё Батман Хелиш Ферудун. Это замечательный, гениальный исследователь воды и всё, что можно добавить в воду. И он говорил, на его время, это начало какого? 20 века. Он говорил, что аспартам, как только его синтезировали, добавили в 3000 наименований напитков. Посмотрите на свой Кока-Кола Лайт. Посмотрите на свой, ну, спрайт, я не знаю, Лайт есть. Ну, короче говоря, тот, который без сахара. Всё, что без сахара, смотрите, за счёт чего эти вещи без сахара всё-таки сладкие. За счёт аспартама. Вам это не подходит. Обратите внимание на детские жуйки, витаминки, которые вы приобретаете в аптеке, не дай бог, и там, как сахарозаменитель, идёт аспартам. Это нельзя давать, потому что это вещь непроверенная. К этой вещи есть большое количество претензий. И она, скорее всего, провоцирует, ну, большое количество патологических состояний, в том числе, вплоть до синдрома Альцгеймера. Объясню, почему. Аспартам при нормальной температуре безвреден, но при температуре человеческого тела, в условиях человеческого тела, он распадается на аминокислоту, фенилаланин и метиловый спирт. Вот загуглите, что такое метиловый спирт, и как им можно отравиться, и как идёт, какие стадии отравления метиловым спиртом, вплоть до потери зрения, потому что это нейротропный яд фактически. Вот. А, конечно, вы с небольшим количеством аспартам, а, боже, что там его в вашей кока-коле, вы не получите прям такую дозу, чтобы ослепнуть. Ну, ребята, народ пьёт кока-колу и пепси-колу годами, десятилетиями, в больших объёмах. Поберегите свои нервные эндокринные клетки, слушайте. А это то, что нельзя. Итак, то, что нельзя. Мы с вами обсудили, что это может быть стевия, предпочтительнее синтетические сахарозаменители. Это, ну, тоже я озвучила. Вот. И то, что, да, кстати говоря, аспартам, который мы вообще от него отказываемся, обратите внимание, он очень часто в витаминных комплексах и в БАДовых комплексах. Если вы видите БАД или витамин, куда включён аспартам или ваш белковый коктейль, вот прям сразу выбрасывайте, это ширпотреб. И такое использовать нельзя. Это значит, товаропроизводитель, у него нет денег, просто даже на ту же самую сукролозу, понимаете? Вот. Соответственно, пожалуйста, промониторьте все свои составы, которыми вы пользуетесь. И много часто задаваемый вопрос. Лен, ну, слушай, мы же всё равно съели что-то сладкое, значит, наши ферментативные системы готовятся встретить сахар, и всё равно это не остановит углеводные качели. Я могу с вами не согласиться, потому что, с одной стороны, проводилось большое количество исследований, то есть, если вы используете стевию, глюкоза в кровь не приходит, и инсулиновой реакции нет. Поэтому на первом этапе эти сахарозаменители, а именно стевия, вами может быть использована с большим успехом для того, чтобы скрасить несладкую конфету вашей новой жизни, и, соответственно, сделать всё возможное из того, что вы можете. Это не так сложно, остановить углеводные качели. А когда остановите углеводные качели, сделайте мне сочинение на тему, как я остановил углеводные качели. Буду очень-очень рада прочитать ваше сочинение и поделиться в своих многочисленных чатах о вашем успехе. Надеюсь, было вам полезно. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok